Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами роллы, наши любимые, просто любимейшие. Здесь, значит, Калифорния, Филадельфия и запеченные роллы. Я думаю, что все это я съем. Я выбрала невероятно красивый ракурс, вот согласитесь, так намного лучше, я думаю. Положили мне аж три пары палочек, но мне достаточно и одной. Мне как-то в комментариях написали, что ты сразу набрасываешься на еду, как будто ты не ела месяц и так далее. Но, ребят, я не могу, это все стоит передо мной и прям пахнет, просто сказочно пахнет. В этот раз, кстати, роллы были крупные, посмотрите, обычно у нас они мельче, чем в России. Я у русских блогеров смотрю, у них как будто покрупнее. Вкусняши просто. Доставчик еще такой хороший, такой милый. Я ему говорю, что до квартиры не надо. Я сама спущусь и возьму. Он не отнастаивал, что нет. Давайте это. Прямо до квартиры. А еще у них, знаете, такая акция. Собери 10 магнитиков и получи один сет в подарок. Так вот, у меня уже 10. При каждой покупке тебе кладут магнит. Где он, кстати? На холодильнике уже. Вот. И ты эти магнитики все оставляешь. А потом, либо едешь туда, либо заказываешь себе какой-то один сет. Еще плюс, получаешь подарок за эти магнитики еще один сет. Блин, как же это вкусно. Как же я скучала. Я просто обожаю роллы. Прямо моя слабость. Иногда, когда я думаю, что раньше я их не любила, я вообще в шоке. А как это можно не любить? Вчера я ночевала одна. У ребяту очень страшно было. Я всегда раньше боялась остаться одна всю жизнь. То есть у меня раньше была такая фобия, что я никогда не выйду замужем, я не буду детей, я как бы останусь одна. И буду жить с кошками и собаками. Вот. Сейчас у меня как бы такого страха, если честно, нет. Но все равно жить одной, мне кажется, очень трудно. Хотя есть люди, которые живут, и они счастливы. Но это не про меня. Как же вкусно, ребят. Имбирь. Имбирь. Вкусно. Сегодня утром выложила видео в инстаграм под песню Дикая Львица. Я, если честно, ожидала, что всем понравится, все напишут, что вау, как круто, как интересно получилось. Но что-то все начали писать, что что это такое, тебе это не по возрасту, как будто, знаете, я пенсионер. Вот у меня такое сложилось впечатление после этих комментариев, что я пенсионерка. В тиктоке люди снимают такие видео и заходят. А меня прям захейтили. Я оставлю вам ссылочку, заходите, посмотрите. По мне, ничего так. Начали прям обливать меня грязью. Но, честно, я как бы не обижаюсь, с одной стороны, потому что раньше я подобное не снимала. И как-то аудитория не привыкла к такому формату видео. Ой, какие запеченные они вообще острые. Может, из-за этого я когда мукбанки начала снимать, вроде все тоже говорили, Айка, ты что, с ума сошла? А сейчас вроде нормально. В то время я тоже, знаете, как-то мне нравились мукбанки. Мне нравилось то, что у меня получается. Я хотела снимать. Ну, был такой момент, что аудитория, родственники говорили мне, что за хрень. А сейчас я смотрю мой дядя, которому 50 лет, он смотрит мои видео. Я немножечко в шоке, но мне это очень приятно на самом деле. Вот. Ой-ой-ой, какой ролл запеченный классный. Такой ракурс. Вообще бомба, я думаю. Самый удачный именно для роллов. Так вот, видео не зашло, но такой вот момент. Оно набирает очень хороший просмотр для моего инстаграма, для моих 18 тысяч подписчиков. За первые несколько часов сразу 10 тысяч просмотров. Это очень-очень круто. Вот. Так что я даже не знаю, что делать. Вроде народу не нравится, но люди смотрят. Мне кажется, это как-то залипательно. Видео получилось интересное. Посмотрите вы тоже, я уверена, что вам понравится. Хоть кому-то же понравится, но поддержите меня. Ну, даже если у меня не очень получилось. Ну, зачем меня обижать? Я же стараюсь. Очень вкусно. Обалденно. Я поняла, что я одна дома оставаться не могу, я боюсь. И сегодня утром пошла за бабушкой, и мы с ней пришли к нам. Она ушла на пару дней побыть у своей дочки, у моей тети. А вот. И она перед тем, как уходить, она меня спросила, не боишься ли ты одна. Я сказала, нет, со спокойной совестью иди. Но потом оказалось, что я реально очень боюсь. Заснула в три. До трех болтала по телефону. И как назло, знаете, ни одной подруги нет в Баку. Одна в Грузии, другая в Хачмазе. Вообще, Новый год, праздники и все такое. Все разъехались. А еще я хочу вам сказать огромное просто спасибо за первый миллион просмотров на моем видео с Фати, который мы сняли, 100 суши роллов. Миллион, представляете, на нем миллионы. Я просто не могу поверить в это. Как же круто. Когда мы сняли это видео, я его монтировала и реально смеялась над шутками, над моментами. И когда я его выкладывала, я помню, я такая говорила, только бы набрал миллион, только бы набрал миллион. И Фатя даже ржала надо мной, говорит, это со стороны, говорит, очень глупо смотрится, скажи один раз и все. Я как пластина постоянно. Только бы набрал миллион. И, наверное, Бог меня услышал. Вот. Миллион. Спасибо каждому, кто посмотрел это видео. Я реально очень счастлива. Вообще, я думаю, что этот год для меня будет очень-очень удачный. Во-первых, у меня очень много планов, о которых я не могу вам рассказать, но я знаю, что, скорее всего, это в моей жизни произойдет. Даже некоторые в комментариях уже догадываются. Я, знаете, что поняла? Я поняла, что мои подписчики очень хорошо меня знают. Они прям меня чувствуют. Реально. Я даже хожу вокруг да около какой-то темы, и люди уже сразу в комментариях пишут то, что происходит в моей жизни. Реально. Наверное, даже родители настолько хорошо не знают, как мои постоянные зрители меня. Следующий пошел. Как же это вкусно. Сегодняшнее видео будет длинным, потому что мне есть очень много чего вам хочется рассказать. Хочется посидеть, поболтать. Знаете, не просто быстро села, сняла, куда-то спешишь. Вот сейчас мне некуда идти. А я просто хочу с вами поболтать. Так вот, 2019 год тоже для меня был очень-очень удачным. Но я надеюсь, что этот год будет еще удачнее. Будем надеяться. И вообще, знаете, за последнее время столько всего хорошего происходит, как никогда раньше. Может быть, всегда происходило, но я не замечала этого. Но последний год я замечаю, что люди приходят к своим мечтам. Происходит то, о чем они мечтали. я желаю каждому, каждому, чтобы их мечты спылись, даже если вы меня ненавидите, не любите меня. Все равно я вам желаю душевного равновесия, гармония, исполнения всех ваших мечт. Когда человек счастлив, он добрый. Когда в жизни что-то не получается, он становится агрессивным. Я вот всегда, когда хочу кому-то нахамить, нагрубить, я вспоминаю вот эту свою фразу, что умей прощать, будь умнее, будь добрее. И вот представьте, каждый человек будет немножечко добрее, будет немножечко милее, правильно? Тогда все на земле будут жить дружно. вот так вот, ребят. Я не знаю, вам рассказывала или нет, что касается свадеб и всего такого. Мне в комментариях начали писать, что, Айка, уж очень часто ты говоришь про какие-то свадебные темы. Есть ли какая-то тема? Сейчас зажую, скажу. На самом деле, пока что таких тем нету, но будут. Я всегда, знаете, что вспоминаю? У моей двоюродной сестры была подруга, и она ровно 7 лет встречалась с парнем, и вроде, знаете, одно дело, встречаешься со школьных времен, и вроде есть такая отмазка, мы еще молодые и так далее. А девушка очень хотела замуж, и она как-то стеснялась ему об этом сказать, что, знаешь, уже пора переходить на новый уровень. И ладно, вы знаете, они начали встречаться где-то лет 17, и пока что было рано. Так вот, они начали встречаться, когда парню было около 25, ей было 22. Ее очень сильно напрягало то, что он не хочет знакомить ее со своими родителями. Постоянно находил какие-то отмазки. И как бы она думала, пока что я учусь, там карьера и все дела. И вот прошло 5 лет, после 5 лет она уже, знаете, начала так намекать слегка, говорить, слушай, а не пора ли нам перейти на новый уровень и так далее. Он как-то отходил от темы. Ну, блин, 7 лет отношений, она уже напрямую ему сказала, что, слушай, когда мы уже будем жить вместе, когда ты мне сделаешь предложение. И как вы думаете, что он сказал? Он сказал, я не готов. Я пока что не хочу. Я еще не нагулялся. И это сказал человек, которому 30 с чем-то лет. 30 с копейками. Хочешь, не хочешь, оно же привязалось к нему. Где гарантия, что еще через 5 лет будет готов к семье, понимаете? Мне кажется, это просто такой тип мужчины, который всю жизнь хочет гулять. Если он в 30 лет не готов, на мой взгляд, он не будет не готов никогда. Я, наверное, менее терпелива. И больше, наверное, года-полтора я бы ждать не стала. Как-то так. И у нее был такой стресс. Когда он сказал, что я не готов, я не знаю, через год это я буду готов или нет. Я не хочу семью пока что. Ля-ля-ля-ля-ля. Господи, мои соседи, ну что, как будто конь скачет, вот ей-богу, реально. Если вы меня смотрите, мои соседи, пожалуйста, продайте этого коня, который скачет. Очень вкусно, ребят. Я согласна, что слишком спешить тоже не стоит. Вот у меня бабушка буквально вчера рассказывала историю, позавчера рассказывала историю, как их родственник женился, и он не сказал своей потенциальной девушке, что у него есть дети от первого брака. Представляете, у Таю. Она вышла за него замуж и потом выяснилось, что вот у него есть еще два ребенка от прошлого брака. вкусняшка. 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 Вы знаете, что я сейчас вспомнила? Вот этот Новый год, 2020, когда мы сели за стол, уже встречать Новый год. Короче, все сидят и ждут дядю, правильно? Все уже за столом, стол накрыт. я такая голодная, я не могу. Мама всегда мне говорит, не набрасывайся на еду, как с голодного края. Я такая сижу, еле сдерживаю себя, прям не могу. Мне так хочется на эту ольвешечку наброситься, но смотрю на маму, мама так косится, что возьми себя в руки. Все такие сидят, болтают о чем-то, подводят итоги. На столе столько еды. Пахнет, прям остывает. Я прям не могу, мне хочется, знаете, в шутку это все перевести и начать есть, да, уже. Вот, и как бы все сидят и ждут того, чтобы он зашел, сел за стол и все начали кушать. Я такая сначала взяла кусочек фейхуы, начала ее жевать. Мам на меня смотрит, что успокоюсь, ты не можешь сидеть нормально. Как только дядя сел за стол, я говорю, ну что, приступим? И такая начинаю есть с такой скоростью. И оказывается, никто еще не начал кушать. Я такая говорю, ну что, приступим к еде. И такая начинаю есть, такая быстро, 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 быстро. И все на меня так смотрят, как, знаете, на сумасшедшую, как в фильмах бывает. я начала переводить это в шутку. Типа я блогер, я шутканула. Вот так вот. Ну не могу я, ребята. сколько штук осталось. Вкусняша, просто вкусняша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Запеченные роллы вообще божественные. Музыка в студию. Дома сегодня как-то холодновато. Сидела, монтировала для вас видео, чуть не одубела. Будет все здесь. я хочу поднять тост за роллы. Сейчас во мне нету ни капли стеснения, но когда я училась в младших классах, я была жутко стеснительной девочкой. Меня могли даже обидеть, я могла промолчать. Представляете? А я всегда стеснялась заходить в магазины наподобие Летуай, Лев Гош. Мне казалось, что у меня всегда недостаточно денег, чтобы купить какую-то дорогую косметику. Реально, мне было очень стыдно заходить в такие магазины. Я всегда увлекалась косметикой. Мне было просто стыдно сказать консультантке, что мне просто тональная от Maybelline и все. В таком-то оттенке. Мне казалось, что все, кто ходит по таким магазинам, покупают Chanel, Dior. Я была подростком тогда. Я помню, даже один раз я купила Maybelline Finitone, а Finitone или какой-то какой-то тональник был. Вот. И мне нужен был 0,5 оттенок. Я зашла такая, консультантка заметила, что я так растерялась изрядно. я сказала мне 0,5 оттенок. И она так вытащила и сказала, на. И как-то, знаете, так странно улыбнулась, как будто, знаете, издевается надо мной. Я пошла к кассе, купила, доехала до дома. И вот когда даже я стояла у кассы, я заметила, что эта консультантка как-то смеется надо мной, как-то подхихикывает. Когда я уже доехала до дома, а время уже было поздно, я увидела, что, оказывается, это не 0,5 оттенок, а какой-то, я не помню, то ли 57, то ли 98. Ну, в общем, это конкретно. Одно дело перепутать 15 оттенок, например, с 5, да. А другое дело совсем другие там были цифры. Я прям не помню, какие. И мне кажется, опять же, бог ей судья, но мне кажется, что она специально так сделала. И мне было стыдно идти обратно в магазин и говорить, вот вы мне неправильные, издали. Не знаю, как-то, знаете, у меня не было такой уверенности в себе. Я чувствовала себя какой-то нищенкой, часто. Не знаю, почему. Какая-то уверенность в себе у меня появилась после поступления в университет. А до этого, не знаю, вот с чем это связано, но как будто какая-то неполноценность. Я себя чувствовала какой-то ущемленной во всем. ой, господи. Упал. Давайте этот я есть не буду. Он упал. Его я за кадром съем. Чтобы потом не писали, что вот свинья со стола села. и даже сейчас, я не знаю, почему. у меня такой характер. То есть даже я захожу в магазин, я уже не стесняюсь, как бы мне не стыдно за себя, за свой внешний вид, как было раньше. Я не знаю, почему. Я не была такой уродкой. Даже сейчас я, например, меряю пять вещей. я все равно что-то покупаю. Мне как-то неудобно перед продавщицей, которая 500 раз там приносила размер, уносила эти вещи, потом раскладывает по местам. Вот более-менее моделька, которая мне нравится, я стараюсь купить. И вообще в 90% случаев, если я какую-то вещь меряю, скорее всего, я ее куплю. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Я постараюсь как можно меньше вырезать, меньше монтажа, больше искренности. Я реально вас очень-очень сильно люблю. Обязательно заходите в мой инстаграм, посмотрите это видео, за которое меня захейтили. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Я вас очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой ютуб-канал. Всем пока!